Дорогие мои зрители и подписчики, сегодня я хочу вам рассказать о своих пустых баночках, о своих разочарованиях и находках. Начну с первой. Молочный кондиционер-ополаскиватель. Что вам сказать, я хоть его и использовала, но мне он совершенно не понравился. Это, по-моему, дешевый кондиционер. Заявлено восстановление структуры и блеска волос, такого я не заметила. Ну, почти использовала, но так, без охоты. Следующий. Брала гель мыла для душа в фикс прайсе. Что вам сказать, я его тоже использовала, но он очень жидкий. Его нужно достаточно много, чтобы помыться. И я считаю, что вообще в фикс прайсе все средства для мытья волос, гель для душа, они все очень жидкие. Я еще брала гель для стирки белья. В общем, все жидкое. Поэтому, наверное, и дешевое. Мне не понравилось. Следующее. Вот такой для мытья сантехники. Альпин называется. Очень хорошее средство, но его сейчас нет. Его продавали только в одном магазине, он закрылся. Сейчас его нет. Может быть, где-то есть, но в нашем нет. Очень хорошее средство. Мы им постоянно пользовались. Для чистки крана. Вот такое средство дезинфицирует без хлора. Удаляет аллергены для мытья полов. Я ничего не поняла, где он что удаляет. Я его просто добавляла, мыла полы. Ну, не знаю. Ничего не поняла. Какая-то просто водичка и все. Так, теперь. Вот такое вот средство. Кстати, из фикс прайса. Но это очень густой. Хороший гель. Универсальный. Мне он очень-очень понравился. Правда, запах у него резкий. Стоит он 99 рублей. Я его закончила. Он закончился. Использовала. В общем, здесь, да. Здесь, вот, наверное, зря я сказала, что все средства жидкие. Нет, наверное, не все. Этот гель мне очень понравился. Пемос. Буду брать его еще. Нисколько не пожалела. Так, шампунь. Так как человек я аллергический, мне не все шампуни подходят. Вот этот шампунь я нашла, открыла для себя. Беру только его, Шаума. Вот. Мне он очень нравится. Тоже закончился. Беру постоянно разные. Тут для тонких, тут для сухих, для ослабленных. В общем, разные Шаумы. Мне он очень понравился. Другие шампуни мне не подходят. Так. Ревивор или Ревивор. Это бальзам для волос. Относительно хороший бальзам. Тоже там осталось прям совсем немножко вот такого цвета. Прям совсем на донышке. Его я доиспользую. Так что мне он так нормально, нравится. С этим молочным вообще не сравнить. В общем, хороший. После него волосы мягкие-мягкие. Вот такое средство брала на основе лимонной кислоты. Думала, что ванну будет очищать хорошо. Все-таки лимонная кислота. Вообще ничего не очищает. Совершенно ничего. Такое ощущение, что льешь водичку в ванну и смываешь. В общем, не рекомендую. Теперь такой гель. Ариель называется. Вот. Ну, хороший. Что говорить. Ариель хороший. У меня было две упаковочки такого. Один был вот. Сейчас я его вытащу. Вот он закончился. Один был вот такой вот оранжевый. А один синенький, зелененький. Но я их использовала. Хороший. Как три в одном получается. Я в основном стирала куртки. Ну, так гель. Пока у меня не было геля вот этого PEMOS. Я использовала этот. Но он очень дорого. Его использовать очень дорого. Вообще хочу попробовать сделать гель сама. Так. И помады. Вот две помады у меня. Вот эту помаду я использую постоянно. Она у меня закончилась. Я сейчас заказала еще одну. Вот эта помада вот такого вот цвета. Так. Сейчас скажу. Стиль. Называется стиль. Так. 523 номер стиль. Ну, мне она не очень понравилась. Она с перламутром не очень. А вот это 503. Вот такой цвет. 503. Она матовая. Мне она очень-очень понравилась. Когда карандашом наносишь на губы. Крастишь вот этой помадой. И помада держится довольно-таки долго. Если вот эта стирается сразу. Она мягкая, маслянистая. А вот эта матовая. Но она не смотрится прям такая вот матовая. Ну, красивая. Цвет красивый. Вообще очень красивая помада. С карандашом сочетание. Вообще там вот некоторые видео. Которые я снимала. У меня вот как раз с этой помадой были. Ну, все. Все мои пустые баночки. Закончились. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. А, и не забудьте жать на колокольчик. Чтобы видеть мои новые видео. Первыми. Все. Пока-пока. Продолжение следует.